что можете обращаться к линии в перерывах, в обед, в общем, на видео, в видео, в видео, в видео. Да, тоже, подытожу немножечко, надо докладывать, что я, так скажем, со своей колокольней маркетинговой, да, увидела. Мы начали сначала, там, вот, с таких вот вещей, там, SEO, там, и так далее, да, потом мы начали говорить о контент-маркетинге. Сейчас мы уже объединили какие-то фишки такие эмоциональные, в том числе. Вот, по сути, в маркетинге это называется прайнингом, то есть, когда вы объединяете эмоции, да, и контент, там, например, фиолетовые цвета, это такие гипнотические цвета, прайнинг предметов, та самая фотография попы в джинсах, которая привела к шаломляющим результатам каким-то, да, вот, то есть, очень много вариантов существует, инструментов, как это все объединять и использовать. Окей, дальше. Переходим к следующему докладу, это Дмитрий Кияшко, Markstyle Digital Legends, который расскажет нам про email-маркетинг, как, собственно, перестать спамить, начать, и уже, в конце концов, развиваться. Привет, друзья. Добрый день, друзья. Меня зовут Дмитрий Кияшко, я генеральный директор Digital Markstyle. В общем-то, здесь, пока что я не начал, я хотел бы, я слышал здесь несколько ремарок от слушателей, которые были достаточно обоснованы, в частности, каким образом можно вернуть то самого ушедшего покупателя спустя полгода, да, или год, что, каким образом нужно оценивать сошел медиа, если деньги вкладываются, а реального результата от рекламы в виде реальных продаж нет. То есть, как раз-таки, email-маркетинг – это то, что можно измерить, пощупать, чьи результаты можно посмотреть в виде реальной статистики и аналитики. Email-маркетинг является наиболее прогрессивным видом маркетинга в настоящее время, и я думаю, что очень скоро он существенно подъяснит на силу и контекстной рекламы, потому что на Западе более email-маркетинг значительно выше, чем силу и контекста. А, собственно, с чего хотелось бы начать? Начать хотелось бы, наверное, с небольшого исторического ликвеза. Спам. Что вообще такое спам? Тушенка. Тушенка. Так, у кого еще какие-то мнения есть? Что такое спам? Друзья, всем приходил спам когда-нибудь? Мне приходило, и приходит очень много спама. А для меня почту даже поискому. Как я сказал, что это тушенка. И действительно, если вернуться немножко к истории, то спам – это острая величина или консервы, которые, значит, распространялись очень активно, очень активно рекламировались после Второй мировой войны, поэтому люди начали уже ассоциировать всевозможные массовые рассылки именно с этим термином, как спам. Небольшой исторический ликвез еще по своему опыту. В 2003-2004 год, когда только-только зарождалось SEO, когда только-только создавались сайты, все это стоило достаточно дешево, и это все работало очень эффективно. Мы, как и, наверное, многие другие, и клиенты, и агентства, и студии занимались спамом. Я каюсь. Почему? Потому что спам был тем каналом, который действительно работал. После того, как проводилась определенная спам-рассылка, можно было получить сразу мгновенный результат в виде реальных клиентов. Как правило, в одной спам-рассылке было несколько десятков заявок, которые потом, соответственно, конвертировались в реальных клиентов. Чем плох спам изначально? Спам – это не только массовая рассылка, это уродская массовая рассылка, которая приходит без разрешения подписчика. Основная идея здесь – это именно без одобрения и разрешения этого подписчика, без возможности отписаться от этой назойливой, не нужно никому рассылки. Это примерно то же самое, что я приду в гости к Лене или к вам, кому-то из вас, скажу, пожалуйста, ставьте мне на стол бутылку водки, еще немножко закуски и желательно еще пару девочек сюда же. То есть это примерно то же самое, это спам. Если мы говорим о умном e-mail маркетинге, то мы выстраиваем грамотную коммуникацию прежде всего с той целевой аудиторией, на которую мы рассчитываем. И основной критерий – это как раз, собственно, разрешение и прямое одобрение пользователя на получение необходимой, важной для него информации. В чем, как бы, минусы, основные минусы спама? Собственно, в том, что, во-первых, это противозакон, то есть мы нарушаем закон о рекламе и пользовательские соглашения, то есть правила обработки персональных данных людей, нарушаем пользовательский этикет, то есть фактически мы навязываемся без согласия конкретного пользователя. Какие вообще виды спама кто-нибудь знает? Потому что под словом спам можно принимать совершенно разное. То есть классический вариант – это e-mail спам. Кто какие-то варианты еще знает? SMS-спам. SMS-спам. Еще. Почтовый ящик, вы видите, кладу, там лично в санкции. Это оффлайн-спам. Оффлайн-а улицу. Совершенно верно. Я еще бы выделил телефонный спам. Может быть, коллеги из продаж кто-то не согласятся, скажут, что активная продажа. Дин, кстати, еще можно спросить? Смотри, вот есть геолокационные SMS-рассылки, их часто используют как бренды, так и ритейл, например. Ты можешь это отнестить? Может, частично или хоть как-нибудь к спаму или нет? Сейчас про это тоже проговорим, потому что есть еще один пунктик касательно именно различных видов. Вот по SMS-кам, SMS-ки имеют место быть, и в ритейле в том числе более того не нужны. Особенно сервисные SMS. Сейчас, когда мы к видам email-маркетного перейдем, мы более подробно затронем еще тему SMS. Есть еще активный спам по телефону, который проводится разными пул-центрами, операторами. В частности, допустим, страховой спам. Уже буквально там несколько дней я сделал страховку на свой автомобиль, тем не менее мне продолжают названивать, я называю это спамом. Почему? Потому что есть грамотные активные продажи, а есть просто тупо спам. Разница здесь принципиальная. Собственно, основные отличия, которые я бы выделил спама и email-маркетинга. Дело в том, что под спамом я выделяю не только тот самый древний спам, который сыпется там каждый день от разных там веб-студий, от разных там страховых, брокеров, ммн, там, пирамид и прочего, 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 да. Под спамом я лично подразумеваю еще некачественную email-рассылку. Это та email-рассылка, которая направлена на человека, которому она изначально неинтересна. То есть даже если она будет грамотно оформлена, даже если она будет содержать внутри какие-то ссылки, но если она направлена не на ту целевую аудиторию, которая необходима, то я считаю это спамом. И люди просто будут от этого отказываться. В чем отличие, собственно, именно белого email-маркетинга и умного email-маркетинга от спама? Прежде всего это, собственно, само одобрение и разрешение. Здесь я бы хотел ставить одну ремарку, что это разрешение и одобрение, оно должно быть явным. То есть бывает так, что ты соглашаешься на каком-то сайте на что-то одно, а тебе в итоге подписывают там мелким-мелким шрифтом, еле заметным, что ты подписан еще на сотни десятки рассылок различных, но ты об этом как бы не знаешь. И это пользователя только раздражает. Дело в том, что сейчас как раз таки активный переход email-маркетинга в новое русло, в современное русло. И его, скажем так, левелизация и отделение от того самого спама. Вот такие вещи, это все переизбытки того 2003-2004 года, когда реально черный спам работал и давал свои результаты в виде реальных продаж. А я думаю, большинство людей здесь, сидящих в том числе со стороны агентств тоже, интересуют прежде всего результаты, измеримые результаты, которые можно пощупать, потрогать, деньги, которые мы можем сразу получить и, естественно, потратить. Здесь не было озвучено того, что social media и content manager на самом деле также подвергаются аналитике. Это не было сказано. Мы в своей компании особое внимание уделяем именно веб-аналитике. Если правильно настроены цели, если правильно подключен Google Analytics и Яндекс.Метрика, если настроена плод-трекинговая система, то можно считать не только заявки сайта, но и звонки, источники этого трафика, сколько лидов, сколько отвисавшихся, отказавшихся и все остальное. То есть все это измеримо. Email-маркетинг – это тот вид рекламы, который достаточно быстро запустить, особенно для стартапа, начинающего бизнесмена. Это очень и очень важно. Почему? Потому что при минимальных затратах можно сразу набрать определенную базу подписчиков и, соответственно, дальше уже ее использовать. Собственно, первое – разрешение подписчика на влачение рассылок. Далее – учет реальных интересов подписчика. Мы с вами выстраиваем коммуникацию с нашей целевой аудиторией, а не просто рассылаем рассылку ради рассылки, рассылку ради… Ну, то есть поддержание имиджа есть такая штука, это тоже имеет место быть. Но в то же время я рассматриваю email-маркетинг изначально как источник продаж. Прежде всего, это любой компании – B2B, B2C и все остальное. То есть был замечательный вопрос касательно тоже social media, а можно ли продвигаться в social media и B2B? Правильный вопрос, потому что не всегда можно, и нужно понимать, через какие-то конкретно каналы email-маркетинг позволяет продвигать и B2B, и B2C, и все остальное. Более того, этот канал рекламы выстрелил на сайтах купонаторов, B2B, и других ресурсах, которые показали наглядно, как нужно применять email-маркетинг и как нужно на нем зарабатывать, помимо лидогенерации и всего остального. То есть важно не просто сделать лидогенерацию, важно еще понять, что работать с текущим клиентом гораздо выгоднее и эффективнее, нежели работать на привлечение постоянно нового трафика на сайт или лидогенерацию. Во-первых, вы платите своим контрагентам, агентствам, студиям, интернет, SEO и прочее. Работают существующие базы намного эффективнее в этом плане. Проще привлечь, возвратить, реинкарнировать этого клиента и попросить его сделать у нас повторный заказ, нежели постоянно вкладывать деньги в рекламу. Ведь ни для кого не секрет, что все ниши сейчас достаточно плотно заняты. Основные ниши, то есть это строительство, стройматериалы, мебель, недвижимость и все остальное. То есть читал тоже разные статьи на тему контекстной рекламы. Есть на Яндекс.Директе отдельный раздел, посвященный звездам контекстной рекламы Яндекс.Директ. И в то же время генеральный директор компании Адвентум, мне кажется, приводил пример, что уже платить своим окном, привлечь клиента стоит намного-намного больше, чем стоимость самого заказа. И это не только в этой ниши. Легальная техническая платформа. Когда мы делали черный спам, мы, как правило, делали немножко как бы неправильную штуку. Мы покупали белый сервер, который потом наказывали. Это очень важно. Потому что если рассылка идет в легального белого сервера, она, соответственно, блокируется, сайт компании блокируется, если вам упомянут ссылки, или телефон даже, если вам упомянут ссылки. Соответственно, и при легализации технической платформы, о которых мы тоже сегодня поговорим, еще позже, мы, соответственно, регализуем всю эту штуку. И с разных технических сервисов платформ доставка писем примерно 99,5%. То есть количество неотправленных писем, оно крайне мало. Оптимальная частота рассылки. Разные есть ниши, разные сегменты, разные бизнесы. Для кого-то оптимально будет один раз в неделю, для кого-то будет оптимально несколько раз в день. Это мы тоже позже вернемся к этому вопросу, когда я буду приводить уже конкретные гиды e-mail рассылок с примерами. И, собственно, интересное оформление копирайтинга, это то, что также отличает грамотную e-mail рассылку от так называемого спама. То есть спам нам хочется интуитивно сразу закрыть, даже если информация там содержится какая-то полезная с точки зрения цена образования для нас. грамотная логика, юзабилитик, строение страницы, вертка, дизайн. Все это увеличивает конверсию по e-mail маркетингу. Собственно, какие задачи, основные задачи мы можем решать с помощью e-mail рассылок? Первая основная задача – мы можем реально выстраивать коммуникацию с целевой аудиторией. Мы можем понимать, кто когда к нам приходит. Мы можем понимать, кто когда у нас заказывает. Мы можем сегментировать, мы можем разделять целевую аудиторию, мы можем ее реинкарнировать, возвращать, мы можем ей напоминать и можем ей допродавать. Собственно, увеличиваем продажи и возвращаем клиентов. Есть ремаркетинг, наверное, в той части, в той секции первого потока. Там будет тема, наверное, про ремаркетинг, а может быть, даже у нас. Все-таки здесь с точки зрения возврата клиентов используются различные триггерные системы. Они автоматизированы, не отнимают времени штатных специалистов, маркетологов и всего остального. И они как бы реально эффективно работают, если грамотно настроены, в автоматическом режиме. Соответственно, способов именно возвратить клиентов в e-mail маркетинге максимум. То есть более 20 триггеров существуют по возврату клиента. Ураг позже объясним конкретно. Увеличиваем до продажи, соответственно, то, что мы делаем уже о существующей базе клиентов. Получаем новые данные о целевой аудитории. Я точно буду знать, что ей нужны красные валенки. Я точно буду знать, кому нужны синие валенки. Я точно буду знать, кому нужен ландруизер, кому нужна машина АК. Соответственно, если я автосервис, я буду предлагать нужной целевой аудитории нужную услугу. Если я e-commerce, то я буду предлагать нужной целевой аудитории нужный цвет, который красное платье, красные валенки, красная помада и все остальное. Поэтому это очень важно. То есть здесь с e-mail маркетингом мы получаем максимум информации, потому что мы можем через формы собирания баз данных, это следующий вопрос, получать максимум информации о том клиенте, который посещает наш сайт или социальную соц. медиа, социальную страницу, или блог, или еще что-то, где висит необходимая форма на подписку под нашу рассылку. Получаем новые данные, получаем имидж компании. Естественно, есть разный вид рассылок. Есть рассылки, которые направлены на сервисные сообщения, есть рассылки, которые направлены на продукт, сам торговые предложения, есть рассылки, которые информационно-развлекательные, которые улучшают имидж компании, постоянно напоминают о компании и придают тот самый необходимый эффект серафанового радио, когда вас начинает рекомендовать. Далее. Основные преимущества e-mail маркетинга перед другими каналами, о которых в частности здесь уже говорилось сегодня и будут говориться в первой секции. Первое. Во-первых, минимум вложений при запуске. Если у вас есть уже готовая, одобренная база подписчиков, с ней уже можно начинать работу. Можно начинать работу в сервисах у e-mail маркетинга, можно использовать свой самописный движок по рассылке. Позже объясню смысл одного и другого варианта, в чем преимущества и разницы. Быстрый результат в виде реальных продаж. Здесь результат измерим, и после каждой рассылки мы можем посмотреть реальную конверсию. Сколько у нас доставлено писем, сколько у нас открытых писем, сколько у нас кликов по ссылкам внутри письма, сколько у нас заказов, какая у нас конверсия и стены. Это все достаточно измеримо, и это очень эффективно. Результат наступает быстро, то есть после проведения рассылки, в этот же день, в течение последующих нескольких дней и недель будут идти определенные заказы. С точки зрения social media нам говорят, вы сначала вложите деньги, и потом, возможно, через полгодика, вот, какие-то продажи у вас пойдут. Вопрос, кому это нужно, и нужно ли вообще? Да, там, социальные медиа сейчас уже продают. Вот, но тем не менее, если говорить об эффективности, то email маркетинг здесь намного быстрее работает, чем те же social media или поисковое продвижение SEO. Там, ссылки отменили, алгоритмы изменились. Это уже второй фактор по поводу внешних факторов, которые могут повлиять на ход рекламного канала. Все, что вам требуется, это база и определенный сервис, который позволяет сделать рассылку. Плюс, соответственно, эту рассылку необходимо грамотно создать, продумать стратегию, определиться с письмом, с контентом, с изображениями, которые будут на этой картинке и так далее. Отсутствие конкурентов в рамках этой страницы. Имеется в виду, в рамках рассылки у вас не может быть никаких конкурентов по сравнению, допустим, с естественной выдачей по SEO или по контекстной рекламе, где есть такие же точно, как вы, которые уже хотят продавать. Здесь мы работаем напрямую с нашей аудиторией и ни с кем не конкурируем. Вот в рамках нашей рассылки. Если есть конкурент и наш целевой клиент подписан и на конкурента тоже, то мы вступаем в конкуренцию. Но эта конкуренция будет абстрагирована от нашей рассылки. И более качественный контент, более приемлемые цены, более большие скидки будут привлекать этого клиента. Адресное обращение. Немаловажный факт. В SEO, в сниппетах и так далее нет этого, нет адресного обращения клиенту. Самое любимое, скажем так, слово для каждого это собственное имя. Это ни для кого не секрет. Поэтому здесь мы персонализируем нашу рассылку и обращаем внимание конкретного человека на предложение, которое выгодно конкретно в этой ситуации для него. Поэтому это является бесспорным образом. Вопрос злободневный. Как формировать базу для имейл-ассылок. Базу можно, например, пойти в магазин и купить. Это имеет место быть, но это не есть правильно. Почему? Потому что будет большой процент отказов и, в общем-то, большой процент жалоб. То есть, если мы используем левую базу, то это не имейл-маркетинг, это тут называемый спам. То есть, более правильно или национально собственно, приспект там, где, ну, в общем-то, все уже на виду. Допустим, мы можем использовать существующую клиентскую базу. Единственная маленькая помага. При одобрении клиентов. Даже если клиент у вас когда-то сделал конкретный заказ, это не означает, что он хочет получать от вас рассылки. Даже если к нам обратились по какой-то там консультации, это не значит, что я им понравился и они будут обращаться повторно. Поэтому, если есть имеющаяся существующая база по e-commerce с, допустим, уже продажами какими-то, но не подписавшихся на вашу рассылку, нужно делать веб-гон письма. Вот. Нужно спрашивать у людей, а хотят ли они и, соответственно, их за это как-то премировать, бонусировать. Хотят ли они получать от нас ту самую хорошую рассылку, которая будет для них реально полезна. Или не хотят. Если этой базы нет, то, собственно, мы занимаемся формированием этой базы. Можно эту базу также покупать. Есть вариант купить тематическую базу на каком-то форуме, который соответствует нашей тематике. Авторские базы. Они отобраны, как правило, они отфильтрованы, но количество, в любом случае, черных ящиков, ее нужно чистить, с ней нужно будет работать, ее нужно будет проверять, насколько она актуальна, насколько вообще эта целевая аудитория будет готова у нас что-либо покупать. Эти, кстати, услуги также предоставляются и платформами, и техническими сервисами, и, значит, email-маркетологами по оценке и фильтрации базы. То есть, если у вас есть готовая база, но вы не хотите рисковать, потому что вы можете испортить репутацию, вам проще всего понять вообще, сколько там живых людей, сколько мертвых, отфильтровать это все дело и потом запускать. Собственно, партнерские программы очень эффективная штука, потому что партнерки, они всегда работают, особенно тематически. То есть, если мы, допустим, участвуем в SEO-конференсе, мы делаем партнерскую рассылку по нашей базе подписчиков. Если мы, допустим, сотрудничаем с Леной, мы делаем базу по своим подписчикам, она делает базу по своим подписчикам. Тем более, наши, скажем так, виды деятельности, они очень близки, они пересекаются. Но не обязательно, чтобы эти виды пересекались. Дальше я покажу по примерам различных рассылок. Там будет пример именно партнерской рассылки, которая реально грамотно сделана. Ну и, собственно, офлайн-выставки, регистрации тест-драйва, то есть вот здесь лежит набор визиток, которые я собираю на различных мероприятиях, которые мне адресуют клиенты. Это наш набор как бы email-адресов. Это наш набор подписчиков. На свою визитку ты даешь с галочкой согласен получать себе рассылки. Да, я хотел сказать, добавить. Правда, они пока об этом не знают. Окей. Скажите, еще один раз. Круто. Что важно? Что необходимо мотивировать, необходимо при подписке, когда мы формируем базу, мы должны предлагать определенные скидки, конкурсы, подарки, контент. Обязательно спрашивать разрешение, писать веб-м письма. И, собственно, рассылка должна соответствовать ожиданиям конкретного клиента. То есть, не должно быть рассылки по парфюмерии для мужчин, допустим. Да, это пример мотивации, на самом деле, это пример мотивации по заявке, но здесь есть еще вариант на подписку, по подписке примерно то же самое. Подпишитесь, и вы получите грант, вы получите подарок, вы получите бесплатный диск с нашими уроками и так далее. Виграл с силой. Информационные, торговые, реактивирующие, сервисные. Я добавил смешанные, партнерские, транзакционные. Ну, транзакционные они были. Партнерские, смешанные, я принципиально добавил. Почему? Потому что они имеют отношение к тем и другим. Информационная рассылка. Допустим, Сбербанк Premier мне адресует, что, значит, у меня есть какой-то персональный менеджер и у меня есть персональный номер телефона. На самом деле, номер телефона это не фейк, и я могу дозвониться сразу в Сбербанк, в отличие от других, которые не являются примером клиентов Сбербанка. То есть, всем остальным нужно общаться с фотоответчиком. Получится, например. Соответственно, основные задачи от этой информационной рассылки это напоминание, информирование, привлечение внимания. И даже если мне что-то не нужно, я могу поделиться с друзьями. Может сработать сарафанное радио. Следующее. Торговая рассылка. Торговая рассылка направлена на конкретную продажу товаров. То есть, задачи продажи, повторная продажа, реинкарнация, продажа дополнительных услуг или продажа сопутствующих товаров. Upsell или ProSale. Вот. Собственно, здесь более-менее все понятно. Смешная рассылка. Здесь два варианта. То есть, во-первых, мы информируем по какому-то мастер-классу, по макияжу, который будет проходить. Это даже эвент, наверное, больше. Мы напоминаем об этом, какого числа он будет. Возможно, там еще добавить форму на заявки на конкретное мероприятие. И мы, соответственно, делаем сразу продажи до продажи наших сопутствующих товаров. То есть, в данном случае такой вот CrossSale может работать. Партнерская рассылка. Пример Паба Джонс. Очень хороший. То есть, они предлагают сначала трансляцию, но в то же время они и предлагают пиццу. Трансляцию в определенном спорбаре, который является их партнером. Либо они включены бесплатно, либо они включены платно. То есть, можно еще продавать рекламные места в своей рассылке, в своей партнерской рассылке. Следующее. Вот это самое интересное. Реактивирующая рассылка. Специально для этой рассылки мне пришлось восстановить какие-то свои аккаунты на сайтах знакомств, которые были давно уже заблокированы, но в то же время они используют. И даже не один из них. А, значит, первое, что мы можем? Сайты знакомств это просто очень показательный пример, потому что как раз частота реактивирующих рассылок и вообще рассылок сервисных достаточно большая. То есть, в отличие от тех же B2B и B2C. То есть, здесь мне говорят, что я уже не посещал какое-то время собственно этот сайт, поэтому мне делают определенный бонус в виде бесплатной премиум-анкеты, которую я могу использовать. А также, естественно, присылается письмо, это отдельными письмами было, то есть, это две рассылки, верхняя и нижняя. Мне уже присылается письмо, мотивирующее меня на какие-то шаги и действия. Мне присылается уже готовый продукт. То есть, мне присылают готовых девушек, которые уже готовы пойти на свидание, готовы заняться там, у нас очень интересны в спорте, готовы поехать со мной в путешествие. То есть, более того, там есть крутые более фишки у, по-моему, фотостраны или у того же там моего круга, где-то еще это было, я помню, когда более круто пишут, что она не то, что готова, она уже на все согласна практически. Тебе осталось только вот кликнуть и все. Естественно, ребята там все усиленно это направляют, тратят там, повышают свои статусы и все остальное. То есть, реактивирующая рассылка. Вы ушли, но нам вас не хватает, приходите, потратьте еще немножко денег. Вот, то есть, здесь задача именно продажи, до продажи, возврат. Возврат очень грамотный. То есть, ну, на сайтах всех, там, мамбы, мамбы сети, все это можно посмотреть. Я просто ускоряюсь, потому что времени очень мало и как бы тут все задерживаются, как я понял. Сервисная рассылка. Сервисные рассылки приходят часто. То есть, допустим, Ядекс.Директ, это может быть Facebook, это может быть что угодно. То есть, напоминание, восстановление ее задачи, чтобы вы оплатили, начали рекламную кампанию, запустили, перешли к просмотру объявлений. То есть, есть некая там рассылка X, она в основном тех, кто в содержание вам определенный клиент прийти код, который занимается пикапом активно, и мы ему там настраиваем директ. Значит, вот ему уже необходимо перейти к тому, чтобы заняться активацией своего объявления. Вот. То есть, оплатили, запустили, подтвердили, восстановили. И эвент рассылки. Это все, что касается эвента, мероприятий и всех остальных. То есть, SEO Conference то же самое они рассылали и публиковали. Информирование, регистрация, оплата, напоминание. Транзакционные рассылки это рассылки по заказам. Все, что связано с e-commerce. Оформление заказов, подтверждение, наличие названия. Здесь же в транзакционных рассылках не все в Евросейне используют. А, допустим, мы видео использовали, эльдорады использовали. Я специально делал перед выступлением несколько, ну не несколько, несколько десятков различных подписок на различные рассылки, чтобы проанализировать вообще кто, как, чего делают и где наиболее хорошие примеры. То есть в транзакционных рассылках также можно включать какие-то сопутствующие товары или дополнительные услуги по тому товару. Ты покупаешь телефон, возможно, тебе пригодится наклейка на экран или, допустим, тебе пригодится сервис от нашего партнера. То есть это все уже апсейлы, кроссейлы, которые можно включать. К сожалению, сейчас 80-90% рассылок этой информации не содержат. И таких нюансов очень много. Поэтому мы переходим именно к этапам. Таким образом, с чего начать и как вообще нужно действовать для того, чтобы ваша рассылка была не спам. Во-первых, необходимо продумать стратегию. Стратегия заключается в том, что нужно понять, с какой целевой аудиторией мы работаем, кто это, по по возрасту, по месту проживания, по количеству получения этих рассылок, открытия этих рассылок, переходу на сайт, посещение страниц различных сайтов. То есть это все позволяет аналитика, веб-аналитика сделать. Соответственно, мы понимаем, что это потом далее. Целевую аудиторию разобрали, разбираем продукт или услугу. Что это у нас? Сервис знакомств, или это у нас купонатор, или это у нас B2B, или B2C. В связи с этим мы планируем определенную стратегию. Сколько, когда, в каком количестве мы будем рассылать этой целевой аудитории? Раз в неделю, два раза в неделю, или 10 раз на дню? Какие варианты, виды, email, рассылок мы будем использовать? Продуктовые, сервисные, транзакционные, и те, другие, третьи? Разработка системы сбора новых подписчиков. С сайтом, трафик, у которого 300, 400, 500 человек в день и больше, можно собирать реальных, ежемесячно можно собирать новых подписчиков, которые будут у вас заказывать. Реально. То есть, для этого необходимо повесить открытые формы, большие, маленькие, это нужно смотреть, анализировать целевую аудиторию. Настройка технической платформы. Технические платформы много, чтобы обсудить их необходима отдельная программа, отдельное время, часа на два, на три. Значит, Unicenter, Smart Responder, это может быть GetResponse, это может быть SubscribePro, это может быть Sensei, он же, сабскрайбер, который был предыдущий, у них у всех есть плюсы и минусы, по ценам они отличаются, то есть, там есть бесплатные варианты для какого-то минимального набора подписчиков, базы, минимальной базы. Есть бесплатные варианты, но они стоят копейки. То есть, для стартапов, для начинающих бизнеса или для бизнеса, который только-только запускает рассылку, даже если он крупный, можно использовать, смело выбирать один из этих сервисов, более подробно могут уже профессионалы проконсультировать, которые непосредственно имеют практически опыт работы с разными сервисами и дать себе какие-то пожелания. Но тут уже клиент выбирает и по ценам, и по всему остальному. То есть, важно, чтобы в этом сервисе была возможность сегментировать целевую аудиторию, создавать различные группы рассылок, иметь различные шаблоны для рассылок, иметь возможность получения какой-либо аналитики, желательно иметь открытые API-шлюзы, по которым мы можем подстраивать определенные программные платформы, которые позволяют более детально сегментировать целевую аудиторию, подключать дополнительные скрипки по анализу той целевой аудитории, которая посещает наши подписки. Собственно, в дизайне верстка шаблона в копирайтинг очень важная тема, это копирайтинг и дизайн. Верстка, то есть, все, что касается копирайтинга. Письмо, письмо рассылки должно содержать внятный, понятный, короткий, интригующий, цепляющий заголовок. контент должен писать копирайтер, то есть, человек, который разбирается непосредственно вашей тематике. Это стоит не так дорого, но это очень важно. Либо пишите сами, но на это уходит очень много времени. Желательно, чтобы рассылка задержала иллюстрацию, инфографику, картинки. Желательно, чтобы этот дизайн был адаптивным, то есть, открывался в мобильных устройствах, планшетах и не искажался, иначе конверсия будет плохой. Собственно, перед тем, как запустить рассылку, мы можем сделать два тестовых, два-три тестовых рассылки, проанализировать какой-то минимальной базе. Посмотреть, какое количество отказов, посмотреть конверсию. Все ли нормально, есть ли люди, которые уже заказали. Только после этого можно запускать уже по основной базе. Не боясь, что у вас там не работает сайт или не работает правильная ссылка. Ошибки встречаются на каждом шаге, то есть, в этой презентации можно по каждому пункту, если поменять все места, найти ошибку. Я просто на этом акцент не буду делать, потому что времени нет. Аналитика, сбор данных. Все анализируется, тестируется, все данные получаются. Какие сервисы? Google Analytics, Янглсимметрика с внедрением, с технической платформой, которая ссылает это все дело, и данные самой этой технической платформы по количеству открытых писем, по количеству кликов на эти письма, по количеству кликов на ссылки внутри, по количеству нажатий на кнопку «Заказать». Внутри этой рассылки. А мы же пора переходить к вопросам. У тебя еще сколько осталось? Буквально еще 5 минут. Основные правила рассылок. Одна, хорошо. Регулярность, ненавязчивость. Интересный продающий заголовок о том, что я сказал. Полезный контент. Что я называю полезным контентом? Дело в том, что на этой штуке могут тоже многие закрывать. Даже если красиво оформленная рассылка, но она мне неинтересна. Я не знаю, почему меня на нее подписали. Live Sales. Есть хороший пример реально полезной рассылки. Это триггерная рассылка автоматическая, которая информирует вас о снижении цены на определенный билет. То есть мы, допустим, зашли к ним, зарегистрировались, посмотрели. Москва-Казань, стоимость там 8 тысяч рублей. Через несколько дней мне присылают предложение на 5 тысяч рублей от другого, допустим, поставщика этих услуг либо от этого же поставщика со скидкой. Вот это полезно. Вот реально. Это то, что мне нужно в первую очередь. Возможность отписаться от рассылки. Это основная ошибка, которая с вами используется. Персонализация сообщения под кого или подпись в письме и для кого эта рассылка предназначена. Правильная структура, блоковые, отсылки, призывы к действию по проекшню внутри рассылки. Купить, заказать, зарегистрироваться. Собственно, последний этап это подключение автоматических рассылок, триггеров. Интересная тема, которая облегчает задачи макетологов штатных, но о ней сейчас уже активно рассказывать не буду. Как мы можем сегментировать базу? Существующие подписчики потенциальны. Потенциальны мы рассылаем рассылку меньше, чем существующие. Потому что они еще не наши клиенты. На это нужно обращать особое внимание. Поведение, время, частота просмотра. Давно не открывал письма, проживает в определенном регионе, может искать подарки на праздники. Это вариант триггерной рассылки, который работает вне зависимости от пользователя или в зависимости от дня рождения пользователя. То есть, ему автоматом формируется определенное акционное предложение на основе того товара, который он раньше выбирал, отложил в корзине, но забыл купить. Ему присылается этот же товар под его день рождения, персонализирован для него со скидкой. Приятно, приятно, полезно? Да. Я бы купил. Аналитика. Собственно, то, что мы можем анализировать. И еще одна минута, три примера. Успешно. Первый пример TeamCode. Здесь я отразил и концепт дизайна, и структуру, и адаптивность, и активные ссылки внутри. То есть, он не перегружен, он умещается на одном экране, содержит активную гиперссылку и, собственно, содержит персонализацию. Все разбито заголовками, обступами, все грамотно сделано с точки зрения юзабилити интерфейса. Это пример именно информационной рассылки. Пример успешного пеперайтинга. Сейчас назову страшное слово «бизнес-молодость». Кто получает от бизнес-молодости рассылки? Отлично, я тоже получаю. Сейчас или никогда станет гением продаж. Я бы еще дописал и сделал себе храгири. То есть, реально, очень заморочились на копирайтинге. Я советую просто получать от них рассылки, чтобы анализировать, как необходимо делать копирайтинг. Здесь все правила отрамы. Вот, реально выдержаны. Соответственно, конверсия и вообще это один, по-моему, из способов самых активных наряду среди генерации у них при включении клиентов и возврата клиентов. То есть, они этому вниманию выделяют очень много времени и не зря. интригующих заголовок, цепляющих текст, наличие ссылок, призывы к действию выделения цветов, какой-то важной информации. Минус, она в основном у них слухая. То есть, не содержит никакой графической информации. Это объясняется еще тем фактором, что, возможно, они боятся дополнительных фильтров, которые, ну, там, картинки отключены. Ну, почти два. Много графики. То есть, картинки нужно включать. Я бы рекомендовал, на самом деле, любой сервис рассылки, он позволяет делать и в картинке, и в HTML. Можно делать и тот, и тот вариант. Это уже наверняка. Если даже картинка не включена у пользователя, ему дойдет верстка по HTML и грамотам достаточно. Ну, и пример напоминания о забытой корзине с призывом к действию, с персонализацией, с мотивацией, с напоминанием о товаре, с кнопкой «Свершить заказ». Это один из вид триггерной рассылки к тому, как мы будем возвращать этого человека. Если человек у нас зарегистрировал на сайте, мы получаем данные о том, когда он закончен, когда он приходит и все остальное. Во всех браузерах логин и пароль, они, как правило, все сохраняются, если мы не чистим кэш. Если человек у нас положил в корзину несколько товаров и ушел, а примерно таких, по самом деле, 40-50% в e-commerce, мы обязательно уделяем внимание именно таким триггерным рассылкам о забытой корзине. «Сверши заказ». Ты вот к нам обращался как бы в корзину положил, но, видимо, времени не хватило, но мы тут дополнительную скидку тебя предусмотрели. Поэтому есть возможность быстро купить. Пока еще есть места. Вот это примеры, такие не более успешные по возврату людей. На самом деле, на самом деле, их там порядка 20, даже более штук, просто реальное физическое времени, а об этом сейчас говорить нет. Мой совет в завершении, ну вот, есть тут ростселл, еще рассылка на сопутствующие товары. Когда ты покупаешь телевизор, тебе предлагают купить там дополнительно к нему какой-нибудь фронштейн или стоимость этого телевизора. Мой основной совет какой? Мой основной совет такой, что email-маркетинг, вам необходимо начинать заниматься всем в B2B, B2C, значит, стартайперам, сервисам, если кто-то не занимается, либо пересматривать свое отношение к email-маркетингу, его улучшать, потому что именно этот инструмент является наиболее приоритетным и активно развивающимся на сегодняшний день. Всем спасибо. Спасибо. У нас есть буквально одна минута на один вопрос. у кого-то есть вопрос? Здесь уже что-то проголодались. Все, это есть. Окей, спасибо, Дима. Отказы, миссии, какой процент отказов? Процент отказов от чего? Есть процент неоткрытия писем, процент недоставки писем, есть процент есть конверсия. То есть смотрите, коротко, хороший вопрос, полнометики, достойно, пришли. Процент доставки писем должен быть 99.9 или 99.5. Если процент доставки писем небольшой, не знаю, то оказывается от этого сервиса, который я рассылаю. Если вы используете собственный какой-то скрипт, который делает рассылку, имеете в виду, что ваш сервак может вас заплачить или вас может заплачить моего друг или еще кто-то. лучше использовать какой-то сервис определенный, который уже имеет опыт и сразу вычленяет черные адреса, адреса ловушки и так далее. Что касается процента открытия писем, то я считаю хорошим показателем это все, что свыше 45%. То есть 30, ну 30 это так, 40, 50, 60% открытия писем, которые высылают это хороший процент. Далее, откликабельность 10, 20, 30%, если откликабельность есть, будет весьма это хорошая конверсия. Далее, из тех, кто приобретет, примерно 5-6-7% ну 5, наверное, с лейтой назначением возьмем выпивших. Вот примерно такой расклад. То есть 3 базы в 10 там тысяч, минимальная база, ну с которой можно начинать работать 10 тысяч подписчиков, где-то примерно там 200 заказов может быть, 200-300 заказов. Такая конверсия. Максимум вы можете отправить за нас. этим занимаются технические платформы, то есть, как я понимаю, гонечений тех нет. Есть база, где-то расправляются сотни тысяч. А вы хотите припомендовать какие-то более сотни? Ну, Unicenter, VATResponse мы используем. А так их много, и нужно смотреть все, какие плюсы. Окей, спасибо.